Эта программа, говорит, губерния, еще одна вечная проблема Хабаровского края, лесные пожары. Вот в этом году как-то тьфу-тьфу-тьфу пока везет? Ну, везет, узнаешь все равно, подымила успела. Подымила. Ну и, соответственно, все говорят о том, что надо следить за лесами, надо предотвращать пожары. И появилась информация, что этим будет в Хабаровском крае в том числе заниматься нейросеть. И там будут летать дроны, ну, практически скайнет. В дальневосточной тайге. Ну, что на самом деле внедряется, что такое цифровая система видеонаблюдения лесохранителей, я надеюсь, расскажет наш гость Роман Ткаченко, заместитель начальника отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов, Министерства лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края. Здравствуйте. Здравствуйте. Лесохранитель. Очень гордо звучит все-таки. Это что система подразумевает? Будут дроны, будут камеры, нейросети? Ну, система лесохранитель – это комплексная система. В ней есть как камеры кругового обзора, так и, возможно, дальнейшее привлечение беспилотных летательных аппаратов. В настоящее время у нас установлено 26 дополнительных камер на территории края. Четыре камеры у нас уже работало. В прошлом году нам была одобрена заявка от Миностокразвития на модернизацию системы и установлено дополнительно еще 26 камер. Они интегрированы в специальную систему, которая на уровне своего искусственного интеллекта регистрирует пожары, определяет точность возникновения дымточек вплоть до 100 метров. Ну и круговой обзор данной камеры составляет порядка 35 километров, ну в зависимости от рельефа. А те камеры… А вот эти камеры от нейросетей не преувеличивали? Нет, система самообучаемая, она действует уже достаточно долгое время на территории страны. Сейчас, на данный момент, в стране установлено более 2200 камер. А вот те, которые у нас уже начали работать, они как себе зарекомендовали, уже находили пожары? Ну, четыре камеры – это на самом деле очень мало, поэтому пока особую эффективность мы проверить не смогли. Но данные других субъектов показывают, что вплоть до 20-30% пожаров на территории Дальнего Востока обнаруживается камерами. А по мировым меркам, насколько это современная система? Ну, по большому счету, такой системы, именно вот такого уровня, нет вообще нигде в мире. То есть это, опять же, повторюсь, разработка ведет уже некоторое время, да, и именно в таком формате, ну, нет ни в Канаде, ни в США не слышал о таком, чтобы где-то внедрялись такие системы. Ну, я должен сказать, что зря вы считаете, что у нас как бы отсталая страна. На самом деле, вот если вы посмотрите, какие ужасные пожары в Калифорнии, в Канаде бывают, на самом деле у нас по мировым меркам совсем не так плохо тушение пожаров. А мне вот еще интересно, я как любитель дальних поездок на автомобиле, но и раз едешь по трассе, ни связи, ни сети, ничего нет. А насколько быстро система, камеры передают данные вот куда нужно? Ну, на самом деле, камеры устанавливаются на вышках сотовой связи с подходящим трафиком, то есть система передает информацию онлайн. Один виток камеры вокруг себя, это примерно 10-12 минут. Ну, и вот мы смотрим одну из таких вышек, по-моему, установленную в Владимировке, да? Да. И достаточно, ну, практически это вышка сотовой связи получается, да? Да, конечно. То есть если она там появилась, то связь будет? Да, мы работаем как раз таки с операторами сотовой связи, потому что это на самых возвышениях, да, вышки стоят, и как раз они обеспечивают круговой обзор на дальнее расстояние, то есть порядка 35 километров. А как выбирали места, где камеры устанавливают? В зависимости от вышек или в зависимости, может быть, от статистики возгораний? Ну, в первую очередь камеры установлены, где самая большая антропогенная нагрузка, то есть по самым нашим густонаселенным районам. Ну, и опять же, есть, конечно, технические ограничения, то есть видео в высоком качестве передается, поэтому необходим широкополосный интернет. А есть норматив, вот, ну, вы зафиксировали пожар, а в течение какого времени его должны начать тушить? Если мы говорим о наземной зоне пожаротушения, да, то группа пожаротушения должна прибыть на место тушения за 4 часа, то есть максимальный срок прибытия – это 4 часа. Если мы говорим о труднодоступных территориях, где обслуживание ведется авиационным способом, то не регламентировано сроки прибытия, но, как показывает практика, это от получаса до, опять же, тех же 4 часов, в зависимости от удаления. То есть, опять же, вертолеты у нас не телепортируются, у них есть определенная скорость, с которой они могут прибыть от авиаотделения до места пожара. Но у нас еще, если мы говорим про лесные пожары, у нас огромная территория региона, бывают пожары, которые проблематично тушить из-за удаленности. Но их, насколько я знаю, и не тушили. Да, и не тушат. Есть так называемые зоны контроля, куда физически дотянуться практически невозможно. То есть, если брать вертолетный транспорт, у него есть ограничения определенные. То есть, для заброски людей от авиаотделения – это 350 километров в среднем. То есть, это одна группа 6 человек на расстоянии 350 километров. Ему же нужно еще вернуться обратно к вертолету. Но, опять же, мы в прошлом году по поручению губернатора проработали вопрос по сокращению данных зон. И в текущем году 11,6 миллионов гектар были переведены в активно охраняемую территорию. У нас создаются авиаотделения, там, где их долгое время не было, это Чумикан, Нилькан, Охотск. И с данных авиаотделений данные пожары можно будет обслуживать. Ну, вот, мне уже написали наши зрители, что все это, конечно, хорошо, нейросети, контроль, там, высокое разрешение. Но говорят, что если даже вы зафиксируете, еще не факт, что потушат, потому что недостаточно средств для самого тушения. Ну, насколько я знаю, у нас самолеты появились, да? Вообще, что со средствами тушения? Ну, на самом деле, самым эффективным способом остается авиационный мониторинг, да. Для этого у нас привлечено 11 легких самолетов и вертолетов. Также законтрактовано 6 вертолетов Ми-8 для доставки сил и средств на места пожаров. Ну, а также существует, опять же, лесопожарная техника, которая обновляется в рамках нацпроекта «Экология» ежегодно. В прошлом году мы увеличили количество сил парашютно-десантной пожарной службы со 177 человек до 282. То есть развитие лесопожарной службы идет полным ходом, и это, в принципе, видно по динамике ликвидации пожаров. То есть если, условно говоря, 3 года назад в среднем в году ликвидировали, там, условно, 55-58% пожаров первые сутки, то сейчас эта цифра достигает 95%. Ого, существенно. Ну, я не знаю, совпадение это или нет. В принципе, я должен сказать, что последние два года, по сравнению с тем, что творилось раньше, я, конечно, не знаю, возможно, или это влияние природы, чтобы более мокрое время стало. Ну, на самом деле, лесопожарный сезон текущего года очень тяжелый. Потому что мы, во-первых, на две недели раньше загорелись, чем обычно. А во-вторых, сухая погода по территории края у нас была в мае очень серьезная. То есть возгораний возникало в день очень много, до 12-15 возгораний. Но, опять же, повторюсь, мы стараемся ликвидировать все пожары в первые сутки. Есть указ президента, который говорит о том, что к 2030 году все лесные пожары на территории страны должны быть ликвидированы в первые сутки. И поэтому серьезные лесопожарные катастрофы удалось не допустить. А вот если мы говорим про, возвращаясь к лесохранителю, камеры, они будут фиксировать нарушения, возгорания. А тех, кто нарушает правила, тех, кто становится причиной возгорания, можно будет как-то определиться? У нас, Слава, уже два интервью подряд хочет всех наказывать. Будут ли поджигатели? Мне кажется, что если нет неотвратимости наказания, оно не действует, увещевание. Для фиксации нарушений у нас есть другие средства. Это беспилотные летательные аппараты и фотоловушки. В этом году мы вновь пополнили наш технический парк, так скажем, данными средствами. И уже данные средства расставлены в местах с наиболее высокой горимостью. В первую очередь, это позволяет зафиксировать машины, которые заехали в лес и где возникли возгорания. Ну, это действенный, эффективный способ. Так же, опять же, никто не отменял патрулирование лесов лесной охраной. Ой, у меня сейчас еще, знаете, любительский такой, журналистский скорее интерес. Вот каждый раз, когда нас вводят особо противопожарный режим, мы напоминаем правила о том, что нельзя делать. Там, въезд на автомобили в леса, запрещенное введение, разжигание открытого огня. Мне вот интересно, эффективно ли это? Становится ли с каждым годом нарушителей меньше и меньше? Или наоборот, как бы не меняется эта статистика, информирование не приводит ни к чему? Ну, количество нарушителей остается примерно на одном уровне. Но, опять же, мы стараемся выявлять их чаще. И, опять же, в прошлом году были увеличены штрафы в 10 раз за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Сейчас на гражданину штраф составляет до 60 тысяч рублей. Какая-то существенная. На юридическое лицо, допустившее такие нарушения, до 2 миллионов рублей. Но не говоря уже об уголовной ответственности, которая в некоторых случаях возможна. Совершенно верно. Если мы говорим о возникновении уже непосредственно пожара, то это статья 261 Уголовного кодекса, плюс возмещение затрат на тушение, плюс возмещение ущерба, причиненного лесному фонду. Ну, что касается внедрения дронов, я уже среди своих родственников, дачников, заметил, что присутствовало при разговоре, ты уже сжег мусор. Нет, ты что, тут дрон летает. Ага. Да, да. Все-таки современные технологии дисциплинировали. Ну, и насколько я знаю, там среди соседей уже некоторых наказали. То есть и действуют. Ну, программа не стоит на месте, поэтому... Если вернуться к этой системе лесохранитель, давайте расскажем. Как я понял, пока она устанавливается на юге края, да? А на север двинетесь? Ну, на данный момент камеры установлены на протяжении трассы Хабаровск-Владивосток и Хабаровск-Комсомольское море. Если территориально говорить, это от Бекина до Селихино. И покрывает всю территорию антропогенно загруженную. Но вот мы видели, по-моему, это... Это же было пополение Осипенко уже, севернее? К сожалению, нет. Это южнее. А, простите. Но все равно, если вот от границы Приморья и до Комсомольска, это вот уже, конечно, такой ощутимый участок дороги. Ну, в первую очередь, мы покрываем всю территорию наземного патрулирования камерами. В первую очередь, они эффективны для этих целей. Ну, а во-вторых, опять же, повторюсь, самые густонаселенные районы, где возникают пожары. Опять же, есть пожары, которые возникают на землях поселений, на категории. Они тоже их фиксируют, эти камеры. То есть с коллегами мы информацией делимся. Ну, и самый сложный вопрос. Если говорить о Хабаровске, мне кажется, большинство дыма, из-за которого мы страдаем, он не Хабаровский. Это, как правило, из ЯО. А вот в ЯО внедряется подобная степень? Ну, я бы сказал, что самое большое количество дыма к нам приходит из КНР. Ну, КНР. Потому что там сельхозполы не запрещены. А, там не запрещены? Не запрещены. В России они запрещены с 2016 года. КНР также занимается подсечно-огневым хозяйством. Ну, на территории Еврейской автономной области данная система пока не внедрялась. Но коллеги работают все равно на данный момент. Спасибо. У нас гостяк был Роман Ткаченко, заместитель начальника отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов Министерства лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края.